Итак, друзья, у нас 7 часов вечера по Москве, 6 часов вечера по Израилю, по Украине, и мы собрались сегодня вместе с вами на очень важную школу, потому что сегодня будет выступать Дмитрий Гучин, CEO компании Endotech, операционный директор, который, как никто другой, знает отлично продукт компании, историю компании, перспективы развития компании. И этот звонок будет очень важен для всех нас, потому что помимо того, что у нас есть маркетинговая часть, и мы продвигаем продукт, зарабатываем здесь на маркетинге, есть очень важная часть продуктовая, потому что именно продукт является драйвером, драйвером вот в этой связке Дэйзи и Endotech, и без продукта не было бы, конечно же, Дэйзи, и поэтому я очень рад сегодня, Дмитрий, видеть тебя у нас в гостях, и с твоего позволения задам несколько важных вопросов, которые очень многие люди задают, потому что ежедневно мы общаемся с лидерами, общаемся с клиентами потенциальными, и все, по сути дела, задают одинаковые вопросы, людей интересует больше информации про продукт, потому что мало кто работал с подобным продуктом, люди привыкли к каким-то таким продуктам, которые дают ежедневную, еженедельную или ежемесячную, более-менее фиксированную прибыль, более-менее стабильную прибыль. А продукт компании Endotech, он немножко выбивается за рамки вот такого обыденного в сфере маркетинга, скажем так, и более рассчитан на институционалов. И я сейчас тоже поставлю, одну секундочку поставлю на запись, эту школу. И, наверное, первый вопрос, я подготовил несколько вопросов от лица наших русскоязычных команд. Первый вопрос, Дмитрий, который я хотел бы тебе задать, это касательно продукта Endotech, вот трех лет. Я знаю, что скоро практически будет, три года, как компания Endotech запустила, скажем так, коммерческое использование, то есть вышла с продуктом криптотрейдинга на искусственный интеллект, на рынок. За эти три года устоялась очень классная статистика, мы ее уже видели, и ты нам ее показывал, спасибо. И также я с марта месяца тестирую эти боты, эти системы, и доволен очень результатом. Вот я бы хотел попросить, Дмитрий, чтобы ты коротко совсем рассказал, без, может быть, деталей, что за продукт до сих пор был в Endotech в течение трех лет, и какая примерно была статистика, то есть какого рода стратегия существует, то есть просто существовали, какого рода статистика там, и как этот продукт вообще работает. Привет, Илья, привет всем участникам, очень приятно видеть, опять же, как при каждом нашем вебинаре достаточно большое количество людей накапливается, сейчас, думаю, будет еще больше. Да, Илья, действительно, многие-многие задают один и тот же вопрос, ну, как бы, я сейчас повторяю вопросы, ну, дело в том, что, как бы, компания берет свое начало с 2012 года, вот в последние три года мы начали развивать криптопродукты, и, ну, как, у нашей библиотеки есть десятки, сотни различных стратегий для разных клиентов, в основном, конечно, это институционные стратегии, но последние, за последние три года, ну, мы развивали, в основном оптимизировали то, что мы начали три года назад, происходила постоянная реоптимизация стратегий, методологии, были разработаны альфа-стратегии, были разработаны бета-стратегии, ну, мы это обсуждали уже в предыдущем вебинаре, просто хочется напомнить, что альфа-стратегии более рискованные стратегии, они более доходные, но также более рискованные, они берут позиции в направлении, в обоих направлениях, наверх, вниз, лонги, шорты, вот, естественно, такого рода стратегии требуют особой оптимизации, бета-стратегии берут только лонг-трейды, только наверх, во время спуска рынка, бета-стратегии накапливают стоимость счета в битках, во время поднятия рынка идет, соответственно, улучшение в пользу USDT, то есть накапливается больше USDT, ну, мы перепробовали различные методы, естественно, мы в свое время три года назад мы начинали с дневных стратегий, потом с определенными статистическими приемами мы пришли к выводу, что четырехчасовые стратегии наиболее выгодные, параллельно с этим разрабатывали одночасовые стратегии, вот, то есть, как бы, происходила постоянная оптимизация, постоянный поиск лучших методов поведения на рынке, ну, и, естественно, как бы, адаптация к новым рынкам, потому что рынок крипто, он, безусловно, очень молодой рынок, он, ну, можно сказать, даже непрофессиональный, например, по сравнению с рынком Форекса, и поэтому паттерны, которые на этих рынках, они не повторялись прежде, вот, это все свидетельствует об достаточно молодом рынке, ну, и адаптация к рынку, естественно, это часть оптимизации, вот, и, ну, собственно говоря, за последние три года не только мы улучшили оптимизацию и доходной стратегии, очень хорошо мы разрешили технический такой блок, технический барьер, как слипуч, да, то есть, ну, это проскальзывание, что является достаточно серьезным технологическим барьером для очень многих алготрейдинговых компаний, вот, то есть, ну, как бы, одно дело обслужить, например, одного клиента до 50 клиентов, но когда клиенты, количество клиентов начинает увеличиваться, то, соответственно, и слипучи начинают увеличиваться, и очень много других параметров изменяются, вот, мы на данный момент пришли, ну, скорее всего, к самому минимальному показателю слипучи, проскальзывания, вот, очень этим гордимся, ну, так сказать, в основном, как бы, шла очень серьезная техническая подготовка, вот, и компания преодолела, безусловно, очень многие технологические барьеры за эти три года, вот, и мы, так сказать, вот на этом этапе мы готовы принять, в принципе, любое количество клиентов, да, с любым балансом, вот, ну, так как в Дейзи мы будем, безусловно, оперировать меньшим количеством аккаунтов, меньшим количеством балансов, да, но там, как бы, общий объем торговли, он значительно увеличится, да, и поэтому, вот, все наши технологические разработки подошли вот сейчас к этому моменту, когда мы готовы, вот, так сказать, выполнить вот следующий шаг технологический и перейти еще в еще один барьер. Я понял, я вот хочу задать такой вопрос. Очень многие люди на рынке привыкли, я уже это упомянул, привыкли к тому, что каждый день или каждую неделю или каждый месяц им какие-то компании, получая какую-то такую, скажем так, мифическую прибыль, вот, делают начисления. Вот, частично бывает так, что эти начисления, они отражают хотя бы частично какую-то реальность, да, бывает такое, что это вообще просто какие-то пирамидальные начисления, да, и там, прошу прощения, вы просто прозванивались, вот, и там вообще не пахнет настоящим трейдингом, да, то есть у меня какой вопрос, почему компания Дотек не пошла по пути, по пути ежедневного трейдинга с тем, чтобы клиенты получали ежедневное начисление. Это очень важный вопрос, потому что все задают вопрос, вот, окей, 4 января у нас запуск, увидим ли мы 5 января начисление, увидим ли мы их 10 января, увидим ли мы их 15-го. Мы привыкли каждый день видеть какое-то начисление. И мы все поясняем, что здесь, ребята, нужно думать иначе, здесь это долгосрочная ситуация, здесь может быть такое, что, например, в первый даже месяц не будет прибыли, потому что вся прибыль берется с настоящего рынка. И вот, Дмитрий, что ты можешь сказать по этому поводу, почему вы не пошли по модели ежедневного трейдинга, и вообще, насколько она имеет право существования на крипторынке с реальными какими-то показателями. И по какой конкретно модели вы торгуете, то есть вот эта модель трендов в лонг или в шорт, вот про эти две вещи расскажи, пожалуйста, чуть-чуть более подробно. Да, ну, это действительно очень часто повторяемый вопрос. Ну, тут, скорее всего, есть несколько ответов, вот, потому что будем исходить с того, что, безусловно, розничный клиент отличается от институционного, да. Если мы будем сейчас, например, следить за стратегиями, методологиями, которые применяют, например, большие фонды, институты, то мы увидим, что, ну, никто из них не пользуется высокочастотным трейдингом. Причины очевидны. Есть комиссионные, да, на каждую сделку. Ну, соответственно, если, например, мы будем играться на маленьком счету, где-то, ну, 500 долларов, скажем, да, то высокочастотный трейдинг, ну, может принести результаты, да. То есть есть определенные паттерны, мы даже, как бы, нашли эти паттерны на достаточно коротких периодах, и мы можем торговать высокочастотным трейдингом. Но никакого смысла нету это делать при больших объемах, да, то, что мы собираемся сделать в DASY, мы собираемся торговать большими объемами, вот, и там, соответственно, стоимость каждой сделки, она будет очень высокой из-за больших объемов. Вот. Ну, и, естественно, как бы это просто было невыгодно. То есть все большие фонды, все большие институты, они именно пользуются вот стратегией на лонг-торг, то есть они на достаточно длительный период именно вот из-за этой причины. Вот. Ну, как бы, есть еще очевидная причина. Это, опять же, рынок молодой, паттерны там на краткосрочные периоды очень быстро могут изменяться, и могут быть неповторяющиеся паттерны. Вот. Ну, я могу даже так сказать, что трейдинг на краткосрочные моменты, на краткосрочные периоды, это, ну, сравнимо, наверное, с азартными играми. Вот. Ну, мы не занимаемся азартными играми. Это хорошее сравнение. И, как бы, ну, можно, естественно, поиграться там, да, но зачем? Смысла нету никакого. Вот. Поэтому, безусловно, принимается еще, ну, очень много других разных параметров. Например, есть такой известный параметр оверфитинг, да, то есть это, ну, переоснащение, да, оверфитинг. То есть это, в принципе, погоня за каждой сделкой, погоня за каждым трендом, погоня за каждым портелем. При достаточно повышенном оверфитинге, да, система переоснащается и просто плюс, прибавь к этому, комиссионные высокие, да, это все, конечно, очень-очень сильная, скажем так, прибыль невысокая, а риск достаточно высокий, да, это просто как бы невыгодно. Вот. Ну, естественно, мы проводили очень много статистических анализов и так далее. Мы пришли к выводу, что вот наша методология сейчас, которая рассчитана на сигналы каждые четыре часа, вот, она наиболее выгодна. Вот, и с точки зрения комиссионных, и мы избегаем таким образом оверфитинг, да, вот у нас есть специальная наша методология, которая позволяет избегать вот этого вот переоснащения. Вот, ну и, конечно, безусловно, да, мы не играем в базар на игры, мы работаем профессионально, пользуемся техническим анализом, и Дейзи позволит нам как раз соединить технический анализ с фундаментальным, вот, что даст абсолютно новую, новые стратегии, новые виды стратегии, вот, ну, вот, наверное, как-то так, да, то есть не хочется расстраивать клиентов, которые охотятся за ежедневным доходом, вот, но у нас более серьезный продукт, скажем так, потому что все, что обещает начисление, там, один-два процента каждый день, это, ну, немножко другая история, я не хочу даже ее касаться. Я понял, я понял, да. Получается, он до тека стратегия, значит, торговли на каких-то брейкаутах, на трендах, значит, правильно ли мы понимаем? Ну, я-то это понимаю, я хочу, чтобы, чтобы, чтобы люди тоже поняли, да, что, например, мы запускаемся 4 января, и предположим, гипотетически, весь январь, рынок находится во флейте, он не двигается, биткоины, эфиры не растут, не идут вверх, не идут вниз, волатильности нет, в таком случае просто никакие сделки не открываются, и просто в январе не будет никакой прибыли. Ну, чисто гипотетический вариант, это же возможно, правильно? Да, конечно, это возможно, то есть, вот, скажем, вот, возьмем сейчас ситуацию, да, вот, для розничного клиента как раз вот очень достаточно подходящий момент сейчас, подумать и задуматься вообще о том, что происходит на рынке, потому что, ну, цена резко возросла сейчас, и биток поднялся вверх, биток, ну, ведущая, безусловно, ведущая ассет, да, и вот происходит такой обратный эффект, немножко он поразительный у розничных клиентов, они заходят в самой высокой точке, да, и потом, когда, ну, рынок обваливается чуть-чуть, да, то начинается паника, начинается выход из позиции и так далее. Вот, это все, конечно, наша система исключает, то есть психологический фактор отсутствует полностью, да, и, ну, если придется ждать месяц, то придется ждать месяц, так решил алгоритм, мы даже об этом не задумывались. То есть если человек, например, просыпается по ночам и следит за ценой биткоина, то ему надо задуматься, во-первых, в первую очередь, как бы, ну, стоит ли вообще инвестировать эти финансы, вот, а с нашей системой, безусловно, как бы, он просто не должен об этом думать, он должен знать, что его средства будут защищены от резких падений, и, наоборот, он даже может заработать во время этих падений. То есть все эти вещи надо принимать, безусловно, в расчет, и, ну, кстати говоря, да, вот я у тебя спрошу, а как вычислить, да, что рынок стоит на месте? То есть, ну, хорошо, он постоял 2-3 дня на месте, это означает, что рынок теперь будет стоять на месте? Конечно, не означает. Вот, он может ринуться в любую сторону, вот, а обычный розничный клиент, да, вот если он будет находиться в такой ситуации, то он будет дергаться, он будет открывать позиции в разные стороны и так далее. Наш алгоритм это исключает. Как только он почувствует, что есть тренд, ну, и как следствие тренда breakout, то он зайдет в позицию, он окажется там, окажется в этой позиции. И, соответственно, клиенту, ну, как бы участникам нашего краудфандинга, да, об этом абсолютно не стоит даже задумываться. Ну, да, здесь, конечно, преимущество, во-первых, то, что все на полном автомате для людей, и не нужно переживать, не нужно смотреть, биткоин растет или падает. Переживать, возможно, стоит тем людям, кто зашел в биток, кто держит битки и ждет, когда они вырастут, да, потому что если биток будет падать, то эти люди, они в деньгах теряют, в фиате в итоге теряют. Вот, но если… Вот, я сейчас у тебя спрошу, да, вот я сейчас у тебя спрошу, а вот сейчас вот подходящий момент покупать биток? Я считаю, что неподходящий. Ну, если честно, я… Да, но опять-таки я… Да, а если через две недели цена поднимется в два раза, например, да, то есть, ну, как бы это все на уровне интуиции, на уровне боязни упустить этот момент и на уровне разных слухов, да, то есть это все вещи, которые мешают профессиональному трейдингу, и наша система, она полностью исключает вот эту вот эмоциональную часть, да, то есть те, кто, например, пользуются стратегией ходалов, да, то есть они просто покупают и делают, да, ну, сначала иди найди точку захода, проверю, да, то есть, вот, например, если вот сейчас люди зашли, повторите то, что повторилось в начале 2000, ну, вот в конце, значит, 2017, в начале 2018, да, то что будет там через месяц, например, люди же будут переживать по поводу того, что они зашли в самую верхнюю точку, а в реальности оно так и происходит, понимаешь? Вот, поэтому для того, чтобы исключить вообще все эти варианты, все эти вот раздумья и переживания, безусловно, как бы алготрейдинг – это решение, ну, ну, и наша система как раз исключает вот все эти ошибки и все эти эмоции. Ну, да, классно. А с другой стороны, бывает ситуация, и мы это видели вот в ботах с левереджем, сентябрь, октябрь, ноябрь, бывает такая ситуация, что позиции открыты в течение длительного времени. Я тоже просто хочу, чтобы люди это понимали. То есть, если какой-то тренд пошел, например, восходящий тренд, вот как ты говоришь, да, биток сейчас пошел вверх, там, к 30 тысячам, не знаю, к 40 тысячам, вот такое безумие начинается, и этот тренд, он длится месяц-два и практически нету коррекции. То есть, в таком случае, по сути дела, алгоритмы, они зайдут в этот флонг, в рынок, и могут в нем находиться несколько недель. Естественно, пока сделки не закроются, клиенты, которые заходят в Дейзи через краудфандинг, они не увидят зафиксированной прибыли. Вот это я хочу просто, чтобы тоже все поняли. Правильно я? Да, да, это действительно так. Вот, то есть, у нас есть понятие компаунд-эффекта, да, это сложный эффект. Ну, то есть, как бы, о чем вообще речь, да, то есть, как бы, сложный эффект – это, как бы, накапливание прибыли со временем. Вот, если будет такая ситуация, что рынок будет расти, будет не останавливаться, то, безусловно, возможен сценарий, при котором наша стратегия будет находиться в позиции и месяц, а то и больше. Вот, соответственно, как бы, еще раз хочу вернуться к этому моменту, возможно, обратная ситуация, при которой стратегия вообще не будет двигаться, например, месяц, да, там, ну, несколько недель. То есть, оба варианта возможны, это абсолютно нормально, это намного более здоровый сценарий, чем просто так дергаться, да, то есть, проигрывать на мелких сделках, входить-выходить, то есть, тут сходить с ума не надо, безусловно. Вот, и принимать это как должное, так работает алгоритм. Вот, и это обычная ситуация. Дима, тут еще есть третий сценарий, что возможно, что в первый месяц люди увидят даже какую-то просадку. Вот, и я хочу тоже всех предупредить, потому что для кого-то, может, это будет шоком, потому что люди, кто вот инвестирует во всякие такие сомнительные, скажем так, проекты, вот, они не привыкли видеть минуса, они не привыкли видеть просадку, да. А здесь это совершенно нормально. Я помню, я сам зашел в стратегию Альфа в мае, ты знаешь эту историю, да, вот, и в первую же неделю я увидел не самую лицеприятную картину, вот, но я был абсолютно спокоен, вот, потому что у меня железобетонная ментальность инвестора, вот, я могу переждать и полгода, и год, и два, и давно это в своей жизни делаю, и за два месяца где-то, я помню, произошло восстановление. То есть я хочу просто, чтобы люди не нацеливались с самого первого дня на какие-то бешеные плюсы здесь, а настраивались на долгосрок, на полгода, на год, и по большому счету на сайте Endotech можно же посмотреть статистику за три года, и можно посмотреть графики, и там видно вот эти волнообразные движения, то есть могут быть какие-то периоды менее удачные для людей, да, кто зашел в январе, например, заработали, а в феврале сначала просадка. Для людей, кто в январе зашел, в итоге это плюс, а для тех, кто в феврале, это будет минус. То есть очень еще многое зависит от того, в какой момент люди заходят. Вот эта вот точка входа, она будет тоже определять. Но на протяжении, например, года, если смотреть, да, отрезок временной, то, в принципе, статистически, до сих пор, по крайней мере, все было достаточно хорошо. И у меня к тебе следующий вопрос. Как будет работать структурно Дэзи? Будет ли это 2-3 торговые стратегии, 10-20, как они будут распределяться? Вот буквально в двух словах, как будет компоноваться этот, условно говоря, фонд, да, Дэзи-фонд? Да, ну, во-первых, чтобы закончить предыдущую мысль, да, вот то, что, возможно, действительно, в начале просадка, да, но шанс такой же, насколько возможен, и прибыльный вариант, да, то есть, как бы, клиенты могут зарабатывать много, они могут, в первые же 2 недели у них может быть просадка, прибыль, то есть, ну, это все зависит от рынка и от алгоритма. Вот, безусловно, не пугаться, все хорошо в любом варианте. То есть, пока что наша статистика, как ты правильно заметил, действительно, говорит о том, что даже если человек входит в неудачный период, то, ну, за несколько месяцев, да, счет возвращается к начальной точке, к начальному балансу и выходит в профит. Это все так, да, действительно. Насчет, ну, точной структуры стратегии по Дэзи мы, безусловно, окончательный вариант опубликуем во время запуска, это будет очень подробно описано в white paper и так далее, то есть информация будет, естественно, очень подробная и детальная, вот, ну, так, чтобы дать представление, там будет около 40 стратегий в общей сложности, очень достаточно логично и умно распределенными по разным счетам. Там будет все, то есть там будет буквально, как бы, вот, на любой выбор, да, то есть там будут стратегии с плечом, там будут стратегии альфы, беты, трендовые стратегии, свинги, там будет абсолютно, такой, знаешь, ну, достаточно большой выбор, вот, ну, и клиенту не надо ломать, участникам, аутхантика не надо ломать голову, потому что все это будет автоматизировано, вот, и стратегии будут распределяться определенным способом. где-то 15% от общего баланса мы отдаем под альты, вот, с альтами мы будем, у нас будут достаточно агрессивно работать наши стратегии, наши алгоритмы, там будет более повышенный риск, мы будем применять плечо, остальное будет, безусловно, уходить под итеры, под биток, то есть большинство стратегий будет работать с ними именно, вот, и опять же, там будет все, там будет альфа-стратегия, бета-стратегия с плечом, без плеча, разные тренды и так далее. Я понял, понял, да, спасибо, интересная информация, ждем тогда с нетерпением уже больше деталей, потому что тоже люди задают, как деньги распределяются, как они идут, вот это все, естественно, подробно мы это все покажем. Следующий вопрос, такой немножко может быть коварный, опять-таки все его задают, какая ориентировочная доходность в ДЭЗе, там, например, на участке один год, вот, что бы ты мог здесь ответить? Ну, опять же, да, я, наверное, начну с дисклеймера, потому что наши статистические данные, данные, которые вот у нас на сайте, например, участвуют, то есть это все статистика, да, статистика не является никаким индикатором для будущих трейдеров, для будущих сделок, вот, но статистика, есть статистика, то есть, как бы, ну, цифры перед всеми, цифры можно увидеть. Наша цель увеличить доходность, ну, как минимум в два раза, то есть в два раза и выше. И, ну, как бы цель, скажем так, она разделена на два таких основных этапа, это первый год, добиться доходности в 150% и выше, вот, ну, еще полгода мы берем себе, так сказать, такой грейс период для того, чтобы обработать и оптимизировать вот этот вот баланс, который мы, объем, который мы собираемся собрать во время краудфандинга, вот, ну, опять же, как бы, это достаточно, может быть, плавающая такая цифра, да, мы, естественно, не обязываемся показать эту точную цифру, но цель, цель, конечная цель это увеличить доходность как минимум в два раза. И это увеличение, оно может произойти после того, как будет разработана система Дейзи, вот этот вот суперинтеллект, ориентировочно это где-то через полтора года не раньше, правильно я понимаю? Да, ну, когда опять цель у нас это все закончить за год, это наша цель, вот, ну, полгода мы берем себе еще как такой грейс период для того, чтобы доработать и дооптимизировать. И эта система Дейзи, искусственного интеллекта, нового поколения, она будет применима не только на рынке, на рынке криптовалют, а также на других рынках, на которые мы планируем выходить, новые финансовые рынки. Совершенно верно, да, совершенно верно, мы, ну, безусловно, конечно, на каком-то этапе мы начнем с Форексом, вот, ну, насчет Форекса у нас достаточно долгая и обширная история, вот, мы в нашей прошлой компании строили алгоритмы, связанные с Форексом, с Комодитис также, вот, то есть эти все рынки, они для нас открыты, у нас есть уже наработанные методологии на этих рынках, и поэтому, да, вторая фаза, она предполагает выход на дополнительные рынки. Я понял, да, значит, уже, в принципе, мы закругляемся, я не хотел делать эту беседу очень длительной и нудной, вот, вообще, в принципе, мы, как бы, ребята-то веселые маркетологи, да, мы стараемся это, поскорее все это сделать в таком веселой форме, буквально еще парочка вопросов, вот у меня вопрос такой, то есть, частый вопрос, люди задают вопрос, в Daze можно ли будет выводить прибыль, я, в принципе, могу сам это ответить, да, что как только, вот, фиксируется какая-то прибыль в системах, да, можно будет нажать на кнопку и вывести прибыль, при этом 70% клиента будут получать, 15% будет идти в маркетинг, в резидуальный бонус, а 15% будет идти как performance fee, как плата за прибыль в компанию Endotech, я просто хочу, Дима, показать, что, вот, это есть источник дохода, дохода компании Endotech, то есть, по принципу любого фонда, финансовой организации, вы увеличиваете средства, генерируете прибыль, да, на средствах клиента, и за это получаете процент, собственно говоря, от сгенерированной прибыли, но вопрос тут, вопрос, не этот я хотел задать, вопрос касательно вот той суммы, часто люди задают вопрос, которая пошла в трейдинг, да, мы не называем эту сумму телом, инвестиции, мы не называем эту сумму депозитом, потому что здесь нет инвестиций депозитов, это краудфандинг, мы это все знаем, дисклеймеры все читали, тем не менее, вот эта часть, которая ушла в трейдинг, когда ее клиенты смогут получить назад и смогут ли они вообще ее получить назад? Да, ну, во-первых, верно, да, действительно, все, что ты сказал, но так действительно и будет работать, вот, ну, насчет этого, смотри, ну, безусловно, многое зависит от самих лидеров, да, от самих участников краудфандинга, вот потому что вот вывод именно средств трейдинга, да, он будет после того, как закончится краудфандинг, после того, как мы соберем вот нашу сумму, которую мы вот ставим как цель и в объеме торговли, то есть в самом UEM в том числе, вот, то есть вот этот вот момент, он как раз будет моментом для вывода средств трейдинга, вот, ну, опять же, да, это, конечно, безусловно, все зависит от участников краудфандинга, от лидеров, вот, то есть как бы. Я понял, я понял, то есть если обобщить, если обобщить, то эта часть, которая ушла в трейдинг, она вернется клиентам тогда, когда закончится краудфандинг, когда будет достигнут таргет, а когда это произойдет, это будет зависеть уже от лидеров, это может быть через три месяца, через полгода, через год, то есть это будет видно уже после запуска, после 4 января, я думаю, что за несколько дней мы примерно темп увидим, и что здесь хорошо, то что система, она же полностью открыта, она будет показывать, сколько средств уже под управлением, сколько средств заработано на верхний аккаунт, на разработку Дэйзи, то есть это будет индикатор, его будет видно, и здесь полностью все открыто, это как раз причина, почему все идут в Дэйзи, потому что полностью прозрачно открытая система, нету никакой здесь хитрости, и никаких тайн. Дмитрий, огромное тебе спасибо, я знаю, что у тебя есть маленький сюрприз для всех для нас, очень классный в плане пиара, я знаю, что компания Дотек запартнерилась с известной американской криптобиржей, если можешь, я знаю, что это уже не секрет, вот эту информацию уже можно сообщить, если можешь, либо как-то, может быть, поделишься экраном, либо просто скажешь, озвучишь, потому что на самом деле новость очень классная, для пиара, я считаю, для нас, для маркетологов, это очень тоже классная новость. Да, действительно так, действительно так, вот, но это получается такой, ну, эксклюзив, наверное, да, потому что вот мы сейчас первый раз об этом объявляем публично, вот, ну, одна из самых таких лидирующих, топовых криптобирж в мире, Gemini, вот, она была основана двумя братьями-близнецами, Винкельбольцами, которые в свое время судились с Цукербергом, известным нам за Facebook, вот, ну, она действительно топовая биржа, тут в основном, как бы, он очень важен момент ликвидности, особенно вот сейчас в проекте DAISY, потому что мы будем, алгоритмы будут обрабатывать достаточно большие средства, поэтому обычные стандартные методы иногда могут и не работать, вот, то есть нам нужны очень тесные связи с ведущими биржами, вот, у нас очень-таки тесные контакты с Binance, например, вот, и мы работаем также и с Gemini, вот, но совсем недавно сотрудничество, так сказать, перешло на следующий уровень, вот, я бы скинул бы, наверное, ссылку бы, да, потому что пусть тогда лучше народ зайдет и посмотрит, вот она ссылка. Она на сайте, на сайте Endotech, да, а, на сайте Gemini, точнее, да, на сайте Gemini, да, вот я скинул ссылку в чат, то есть нужно просто зайти на сайт Gemini, там нажать на сектор institutions, вот увидеть логотип нашей компании, ну, собственно говоря, о чем это говорит, то есть Gemini в официальном порядке избрали Endotech, как, ну, наверное, на русском, как правильнее сказать, как, наверное, надежного, надежного партнера, да, для институционных клиентов, вот, то есть, опять же, это было достаточно, ну, долгий период, когда мы с ними работали, то есть это уже год исполняется практически, вот, и, так сказать, качество нашего продукта, качество вот наших стратегий, качество вот вообще нашего подхода, в конце концов, привело вот к этому такому достаточно важному для нас майлстону, важному шагу, когда вот Gemini официально объявили о том, что вот нам можно, так сказать, доверять, и у нас можно торговать. Это большая новость, это получается вот сейчас вот на этой встрече какой-то такой эксклюзив, потому что мы официально пиар-релиз пока еще не выпустили, вот, и он будет выпущен достаточно скоро. Да. Короче говоря, это некий такой, некий, некий, некий предварительный такой релиз, вот, для русскоязычного пространства, поэтому, ребята, вы поняли, это по секрету, это еще по секрету, не нужно тиражировать на всех языках до пресс-релиза, но по секрету 144 человек об этом узнало, да, спасибо, Дмитрий, огромное. Вот, я сейчас разблокирую чат. Спасибо за всем участникам. Да, я надеюсь, что тут у нас нету сегодня злых троллей, вот, ребята, пожалуйста, поставьте плюсики, если вам понравилось то, что вы услышали сегодня от Дмитрия, если была полезна, эта информация была, потому что очень важно понимать, да, куда мы с вами идем, очень важно понимать, что у нас надежный партнер «Рендотек», который на рынке не первый год и, конечно же, не последний, нам вместе работать долго, и, Дмитрий, огромное спасибо за выделенное время, я знаю, что ты очень сейчас занят, как все мы, в преддверии не нового года, как многие другие, а в преддверии запуска Дэзи, да, 4 января. Так что мы видим, да, большое количество плюсиков. Ребят, спасибо тоже за то, что посетили сегодня нашу короткую школу, информацию про продукт, и тогда до новых встреч. Пока-пока. Дмитрий, еще раз огромное спасибо. Пока-пока. Спасибо.